Вот тут уже есть пристеночный прилегатель. То есть просвет сосуда пустой, видите, они не заполнены. Здесь они активно заполнены. То есть тут идут процессы восстановления. А здесь они уже нормализовались. В принципе, это и объяснимо. Близлежащий в сторону костной ткани. Соответственно, мы увидим это. И вот этот сосуд. Конечно, он лежит в области волокнистого слоя надкосницы. И поэтому здесь не требуется такое большое кровоснабжение. Потому что там все февробласты сплошные. И межклеточное вещество. Вот эритроциты прокрашиваются. Как хорошо. Даже зеленый цвет мы видим. То есть везде сосуды полнослойные. Неполнокровные. Все растет. Биодеградируют остатки кости. Это кусочек кости, который также был поврежден. И остался в операционном поле. Об этом говорит его характерная структура. Это остеоид. Это кусочек компактной кости. А вот эти пустые области. Это лакуны созревших клеток. Это тоже видно. Которые умерли. Этот фрагмент кости биодеградируется активно. Видите. Разрушается остеокласты в этой зоне. И со всех сторон тоже остеокласты сидят. Нишхауша, полилакуны резорпсы. Вот это не приклеивается. Аналогичную картину мы видим здесь. Это шов. Скажет о том, что вообще здесь была какая-то операция. Это уже подтверждает, что мы что-то делали. Ну и на всех остальных препаратах, в общем-то, мы видим все то же самое. И аналогичную картину мы видим во всех других зонах. И вот здесь. И вот здесь. Да, эта статья была на русском. И вот статья на английском языке, которая и планируется в публикации. Видите, она будет вот так вот. Ну и, собственно, все то же самое. Получается даже покороче. И те же препараты. Здесь, по-моему, только текстовая часть. Да, и данные авторов. А препараты гистологические. Они приведены, соответственно, отдельно. И клинические фото. Вот мы ждем эту статью. Наверное, на публикации уже. Все препараты тоже есть. Все то же самое было даже больше изначально. Мы какую-то презентацию пытались из них сразу сделать. Ну и теперь мы посмотрим, что удалось сделать молодому ученому за эти два месяца. А точнее, в результате десяти почных занятий и самостоятельной работы. А также нашей подготовки и поддержки. Дизайнерской, фотографической и всякой еще разной другой. Которая не возлагается по оформлению, по оценке качества перевода. Не возлагается на плечи молодого ученого. И наоборот, я считаю это очень разумно. Когда есть структура, которая может адекватно оказать поддержку и помощь. Ну, в общем, да. Дать доступ в базы какие-то научные статьи. Все намного ускоряется. И интерес к работе, он многократно возрастает. Причем тогда мы ищем черную кошку в темной комнате. Ее там нету, оказывается. И это повторяется несколько раз. Тоже как-то желание. В общем, рассасывается. Заниматься научной работой. и превращается в какую-то каторгу. Итак. Для молодого ученого. Первое, что было, это... Итак. Мы смотрим первую статью. Которая была подготовлена. для того, чтобы зарегистрировать автора в базе ResearchGate. Ну и, в общем, автор уже изучал эту проблему. Поэтому ближайший доклад, который у нас шел, туда мы включаем этого автора. Он выполняет свою часть работы по переводу и поиску источников литературы. Ну и так далее. Значит. Это тезис, опубликованный в сборнике конференции в одном из учреждений. И посвящено это изучением однократной экспозиции гелевой формы под формирователь Дисун для наблюдения регенерации. В статье я до этого не писалась на эту тему. Вообще нет ничего близкого. Вы познакомитесь тоже с этим, пожалуйста, самостоятельно. Скинуть все источники можно будет в группе в Telegram стоматологический магазин «Ромашка» или, соответственно, в «Новостях» или в «Науке» в «Леопласт». Поэтому на сайтах вся эта информация есть. К нами был разработан вот такой вот паспорт клинического применения, где мы оценивали исходное состояние через какое-то количество дней состояния мягких тканей Дисун. И по нему, соответственно, по совокупности клинические показатели говорили о том, что произошло что-то, есть разница или нет. Действительно, во всех случаях, где мы применяем гель, мы получаем фантастический результат. Поначалу как-то мы были рады этой благодарности, а на самом деле мы отлично знаем, что те компоненты, которые были включены в состав рецептуру данного препарата, хотя это средства по уходу за деснами, в общем, обеспечивают отличный уход за деснами и формируют вот здесь эпителиальный слой везде с адекватным погружением сосудов под него, отсутствием смачивания, то есть мацерации на контакт с формирователем и формирование ткани, а не, соответственно, образование их на соединительную ткану, вот этого рубца и капсулы на формирователе, который отрывается потом. Тоже у нас есть определенные догадки на этот счет, что когда здесь есть слой геля, то формирователь не срастает с манжетой. Это мы изучим в дальнейшем. В общем, так или иначе, этого доклада, и доклад аналогичный вышел тоже. Поэтому мы имеем, по сути, два файла. Это презентация, о которой мы говорили. Презентация. Давайте вернемся к табличке, которую мы начали заполнять. С самого начала. Значит, у нас тезис конференции появился, на него мы получили дое, и презентация как файл. Она очень большая, красочная. Как же выглядит презентация, которая была подготовлена для молодого ученого. Эти слайды мы пролистаем, с них мы начали. Ну вот, собственно, вот такая была презентация. По ней, по этой теме, также записано отдельное видео основными авторами, и находится как видеоролик. Это не имеет научного веса, но так или иначе и в видео, и плюс, да, какие еще профиты. Давайте сразу отметим, чтобы было понятно, с чего сложился результат. Плюс указание в докладе, в программке, и плюс видео на YouTube подробного доклада. Для чего это делается? Мы не можем уложить весь объем доклада в 15, 20, 30 минут. Даже 40, если нам это предоставляет. Потому что, по факту, конечно же, тематика и сама презентация, они намного шире. Поэтому приходится потом записывать. Иногда это делается вообще до. Чтобы молодой автор, готовясь к докладу, вот мы это до и будем делать, готовясь к докладу, уже мог посмотреть и изучить проблему детальнее, посмотреть, как можно доложить о ней, на чем имеет смысл остановиться, что можно где-то там побыстрее и так далее. Какие слайды можно просто показать и не комментировать. И так далее. Тоже формирует очень хорошо навыки публического выступления. Тезис конференции, презентации. Два DOE. Мы получаем однозначно вот эти два файла. Указание в программке конференции. Видео на YouTube подробного доклада с автостол. Доклада. Ну, собственно, первый этап – это достаточно. Ну и сами файлы. Мы уже их просматривали, как мне кажется. У нас есть молодые ученые и остальные соучастники этого замечательного доклада. И проблемы достаточно подробно изучены. Приведены тезисы, на которые мы опираемся. Наша собственная публикация на эту тему. Что мы хотим изучать. Как мы хотим, какая цель. Мы материалы и методы просматриваем. Материалы. Материалы. Уже есть патент на эту тему, что он нам доказывает. Мы изучаем физические свойства этих средств. Мы уже изучили. Даже по визуальным показателям достаточно для того, чтобы уверенно использовать их в клинической практике. У нас есть группы исследований. Дизайн, собственно, применения геля в различных протоколах. Мы оцениваем результат через какой-то срок. Разработанные протоколы применения. Все средства введения пациента. Интра-постоперационные. Интраоперационные. Предоперационные. Что мы оцениваем. Какие показатели, как мы их измеряем. Вот наша уже любимая таблица. Фенотипическое планирование. Это паспорт фиксации данных. Все это разрабатывается, естественно. Сразу же способы определения показателей. И подтверждающие клинические фото. То, что мы измеряем. И протоколы. В том числе случаи какие-то конкретные, как кейсы приведенные. Где мы можем это сопоставить. Ну и результаты вывода. Все соответствуют полностью структуре научной публикации. Значит, эту презентацию мы закрываем. Вкусное телескопическое. Неproщая, она переходитiu. Такот, это немного изменяя на 대한 протокол. На Лито Таик Huark люди. 수н-клуб Whenор Таикхозак Она оперпления структурно. Она в руки.